Добрый день. Ну, немного банальный будет. Вопрос, как вы считаете, какая историческая перспектива у наших жовто-блакитных, ну, наверное, все-таки братьев? Там 5-6-7 лет. Ну, мне кажется, то есть я не Ванга и пророчить не могу, потому что все же радостно орали, как только Майдан случился, максимум полгода и у вас все развалится. Ну, полгода прошло, максимум год, и все развалится. Не развалилось. Ну, два, ну, три, уже четыре прошло, а что-то не разваливается и не разваливается. И не может развалиться до тех пор, пока американцы дают им деньги. Оно не может развалиться. Ну, вот третьего дня им Газпром там закрутит кран, если лишит их газа и всякое такое. Россия ничего не делает. Ничего не делает. Вот Крым наш, прекрасно, а Донбасс наш, нет, это Украина. Договаривайтесь с Порошенко. Ну, о чем договариваться-то? Они, естественно, к выборам там стягивают войска, чтобы сжахнуть как следует, чтобы вынудить Россию вступить в полномасштабную войну на территории чужого государства. Естественно, все это тут же развести как агрессию, и мы во всем на свете будем виноваты. То, что Владимир Владимирович принялся рассказывать о том, что у нас есть какие-то супер-дупер ракеты, которые без ограничения дальности действия долетят куда угодно, вокруг чего угодно, и всех победят. И это говорит ровно о одном, что там замаячила какая-то настолько серьезная угроза, что уже надо вот про это говорить. Поскольку вся политика, она делается под ковром, а до граждан доводят только патриотические лозунги, что мы лучше всех, у нас великая страна, за веру царя и отечества нашему царю показали фигу, умрем все до последнего. Это прекрасно, но вот все уже совсем нехорошо, а у нас нет никаких целей на этой самой Украине, никаких нет. Вот они там Лениных валят, ну а у нас товарища Сталина разоблачают. Занимаются абсолютно тем же самым, то есть политика совершенно одинаковая, а что вы хотите в результате получить? Ну если он плохой, если Сталин плохой, то кто хороший? Очевидно, Гитлер. Без разницы, положительно мы относимся к товарищу Сталину, отрицательно. А если он плохой, и он все делал неправильно, значит это был преступник. О чем нам сообщает Ксения Собчак? Это был преступник, значит власть это была преступная. И самое главное, результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем. А значит должны быть пересмотрены. А это пересмотр территориальной целостности Российской Федерации. Это к этому призывает Ксения Анатольевна Собчак. И все ее друзья и товарищи. Надо нам это или не надо? Да по-моему нет. Если мы теперь такой же капиталистический хищник, как и все, и участвуем в разделе разнообразных территорий, собственности, денег, потоков. Ну наверное и здесь надо чем-то заняться. Оказать практическую помощь. Если нас уже объявили агрессором. То есть Порошенко сказал, что мы агрессор. Что все эти ополченцы это представители Российской оккупационной администрации. Там администрации нашей нет, но уже так объявили. Что ждать-то? Мне непонятно. Надо помочь парням. Как можно скорее. В моем понимании она должна развалиться. Как с одной стороны, ну как знаете, анекдот про терапевта и про хирург. Что-то у меня вот все почернело. Встаньте на стул, спрыгните. Раз, видите, сама отвалилась. Ну в ряде обстоятельств не надо ждать. Надо помочь. И как можно более активно помочь. Иначе все это добром не кончится. То орали про какой-то русский мир, который якобы там поднял голову, якобы там вот восстал. А теперь ни слова не слышно. Вообще ничего не понятно. То есть с одной стороны, они, понятно, сами себя сожрут изнутри. Но этому надо старательно помогать. Иначе добром это не кончится. Особенно этой весной.